В эфире Углегорские новости, в студии Екатерина Петрова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы подвести итоги этой недели в начале о главных темах выпуска. Фанамский сухогруз сел на мель у берегов села Бышняково, как развивались события по спасению судна. В Альшанке установили новую водонапорную башню. Жители давно этого ждали, но в итоге довольны не все. Почему? Сейчас если накачают полную башню, все прорвет опять. Мост на Сахалин снова обсуждают, о каких суммах и датах идет речь. Всего 7,5 километров отделяют Сахалин от материка. Соединить эти берега планировали еще в советские времена. Теперь Углегорские новости транслирует еще одна кабельная компания подряд, а это несколько тысяч новых зрителей. Наш эфир теперь доступен на двух каналах, это 11 и 14. Кроме этого мы продолжаем вещание на 21 кнопке у тех, кто пользуется услугами Солнце Телеком и на 4 у компании Спектр. Ну и к новостям. В понедельник недалеко от села Бышняково шторм сорвал с якоря панамские сухогрузы и отнес практически к берегу. Несколько дней наша съемочная группа следит за ситуацией, а случившимся расскажет Алина Голоскок. Из порта Бышняково он за моей спиной. Сейчас к сухогрузу курсируют баржи, в которые грузят уголь. Вот такой вот обратный процесс происходит, но без него спасение будет невозможно. 26 октября возле Бышняково сорвало с якоря и бросило на мель 189-метровый сухогруз Mercury Ocean. Судно ходит под флагом Панамы. В Бышняково пришло для загрузки угля. На борту иностранный экипаж из 20 человек. Кадры с места события молниеносно облетели всю страну. До берега метров 300. Снимут сухогруз смели или нет, этот вопрос волнует всю Сахалинскую область. За всю прожитую жизнь в поселке Бышняково такого никогда не было. Это очень сильный шторм. Непонятно, почему это получилось. Ну, по всей видимости, сорвало просто с якорей корабль. И моторы, наверное, не успели все-таки запустить. Сухогруз без видимых повреждений. Разлива топлива не зафиксирована. На всякий случай к месту происшествия доставили боновое заграждение и сорбент. Они нужны для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. К вечеру вторника, 27 октября, на помощь Меркьюри Оушен из Корсакова пришло судно Беринга в пролив. Вот уже пятый день в Татарском проливе идет операция по спасению сухогруза. Сначала мешала непогода, потом масса панамца. До шторма в трюмин Меркьюри Оушен загрузили почти 14,5 тысяч тонн угля из 50 тысяч возможных. Для меня на глаз не происходило ничего, потому что, видать, не поддается теплоход. Хотя буксир работал темно, видно, что он пытается. Но пароход не сдернули, не смогли. К сожалению, усилия спасатели пока необходимого результата не принесли. Очередные рывки судна назначены сегодня на вечер, а также на утро завтрашнего дня. Погода для этого будет как раз подходящей. Баржи из Башняковского порта продолжают разгружать сухогруз. На выручку пришел еще один буксир из Шахтерска. Для следующего рывка спасателям нужны хороший прилив и сильный отжимной ветер. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости. На островах устраняют последствия непогоды. В некоторых районах Сахалинской области был введен режим ЧАЭС. Уровень рек поднялся до критических отметок. Десятки домов были потоплены, дороги размыты. В некоторых районах ветер достигал скорости 30 метров в секунду. Сильнее пострадала центральная часть острова. По данным МЧС, повреждены были 34 жилых дома и затопили два дачных участка. В Углегорском районе на Лесогорских термальных источниках течением снесло пешеходный мост. Больший дом температурован от печебной ванны. Отдыхающие с трудом, но смогли самостоятельно выбраться из леса, где находится источник. Специалисты Гидромедцентра России не обнадеживают. Впереди нас ждет еще один циклон. По прогнозам ожидается сильный дождь и снег. Следующий циклон выходит завтра уже на Сахалин, на самый юг. Поэтому будут осадки. В основном дождь, усиление ветра, но это по самому югу острова. Более сильный циклон будет к 4 числу, пройдет по Дальнему Востоку, но он пойдет с северной Сахалина, выйдет на Ходское море. Но, тем не менее, его фронты атмосферные зацепят остров. Точно непогодные условия испортили территорию на улице Интернациональной в Шахтерске. Напомним, тут должна появиться олея памяти, но до сих пор появляется только врязь. Кроме того, улица опасна для передвижения. У жителей накопились претензии к строителям и чиновникам. Есть ли решение? Зрители углегорских новостей присылают видео и фото того, что происходит на месте будущей аллеи памяти. На площадке нет живого места. Траншеи, трубы, вывораченный грунт, сломаны и поваленные деревья. Аллею за все лето сделать никак не могут. Перерыто, перекопано. Обходить можно, конечно, вот это безобразие вот здесь. Но, опять же, туда выход на дорогу, там грязь. Площадка не огорожена. Несколько месяцев жители Шахтерска месяц тут грязь. А еще рискуют провалиться в одну из траншей. На днях у аллеи памяти появился аккаунт в Инстаграме. Такой подход на островах становится популярным. За каждым аккаунтом человек, который хочет привлечь внимание к проблеме. Скоро будут горячие ванны. Греем лужу трубами отопления. Вот так меня строят. Этой яме уже два месяца. Полные подвалы воды в домах. Сокрушается аллея-блогер. Самый популярный Инстаграм-аккаунт на островах у гигантской лужи во дворе Южно-Сахалинска. Власти города не могут победить ее уже 25 лет. Сейчас у лужи больше 17 тысяч подписчиков. Жители Шахтерска ждут решительных, а главное видимых шагов от местной власти. Привести в порядок площадку надо как можно быстрее. В администрации округа нашей телекомпании рассказали. О проблеме знают. Ситуация на контроле. Строительство объекта ведется двумя этапами. В текущем году у нас проходит первый этап. Это самый грязный этап. Поэтому у нас наблюдается и перерывы всего этого участка. Это строительная площадка, на которой в текущем этапе идет замена всех сетей. Сейчас мы наблюдаем замененные теплосети. Осталось установить колодцы, засыпать территорию, вывести строительный мусор и излишки грунта. Так как это строительная площадка, естественно, она должна быть огорожена. О чем неоднократно говорилось подрядчику. Вынесено ему предписание по этому поводу. Если в дальнейшем будут оказаны данные нарушения продолжаться, мы будем рассматривать вопрос о даже расторжении контракта с данным подрядчиком. В России ввели новые ограничения из-за коронавируса. Роспотребнадзор выпустил постановление, которое касается всех жителей страны. Россияне должны носить маски в местах массового пребывания, в транспорте и даже на парковках. Запрещены развлекательные мероприятия в заведениях общепита с 23.00 до 6 часов утра. Также вводится запрет на курение кальяна. В транспорте, магазинах, ресторанах и театрах усиливают дезинфекцию. Это позволит снизить риск. И в Сахалинской области официально подтвержден второй случай смерти от COVID-19. Это житель Южно-Сахалинска, 1935 года рождения. Мужчине оказывали медицинскую помощь в Долинской ЦРБ. К сожалению, спасти сахалинца медикам не удалось. Мост на Сахалинска – это точно стройка века и очень дорогая история. Главное управление государственной экспертизы приступило к изучению проекта. Об этом сообщили СМИ. О чем говорят на местном уровне и федеральном, расскажет мой коллега Максим Калиник. Разработкой очередного глобального для всей страны проекта занимаются 17 институтов. В том числе и Даль Гипротранс. Он крупнейший на Дальнем Востоке. РЖД уже направило в его адрес ряд корректировок, после учета которых в правительство России и Минтранс будет представлено итоговое заключение. Конечно, это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны за счет Сахалина в том числе. Можно было бы в этом случае организовать движение товаров из Азии через нас в Европу и таким образом повысить значение Транссибирской магистрали. Мост построить недостаточно. В этом случае нужно было бы расширять и Транссиб, хотя он и так нуждается в расширении. В этот проект уже вложено более 3 миллиардов рублей. Он предусматривает строительство железнодорожной магистрали от станции Селихина в Хабаровском крае до мыса Лазарева на побережье Татарского пролива. На географических картах эту часть выделяют особенно пролив Небельского. Всего 7,5 километров отделяют Сахалин от материка. Соединить эти берега планировали еще в советские времена. Это самая затратная и сложная часть всего проекта. По предварительным оценкам даль Гипротранса, мост потянет как минимум на 250 миллиардов рублей, что на 22 миллиарда больше Крымского. Кстати, проектировщики предложили второй вариант – прорыть тоннель. Правда, это еще дороже. Кроме того, предстоит еще построить железную дорогу до станции Ныш на Сахалине, чтобы вся линия стала единой. Общая цена вопроса – полтриллиона рублей. Ранее обсуждалось, что глобальную стройку возьмут на себя РЖД, Фонд развития Дальнего Востока и Корпорация развития Сахалинской области. Но понятно, что без федеральных вливаний проект не осилить. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово к концу 2020-го. Но пока известно следующее – РЖД намерены приступить к строительству не ранее 2025-го года. Об этом сообщил сам генеральный директор монополии Олег Белозеров. Мы понимаем, где этот мост мог бы стоять. Более того, мы провели переговоры с Министерством обороны по поводу высоты моста. Это тоже очень важный элемент, поскольку высота влияет на стоимость. И мы собираем информацию о том, что туда могло бы поехать. В сравнении с нашими предварительными расчетами, когда мы рассматривали перевозку угля, мы сейчас видим, что набор и структура грузов меняются в лучшую сторону. РЖД не зря активизировалась. По данным госмонополии, через пять лет Транссиб исчерпает практически все свои пропускные способности. А это значит, что придется выбирать. Или строить третью ветку до Владивостока и находки, чьи причалы и так уже перегружены. Или все-таки устремить свой взгляд на Сахалин. Максим Колейник, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. На улице Приморской в Углегорске построены два дома для переселенцев. Возведение началось в августе 2019 года. Проект разработали архитекторы из Хабаровского края. Дома бетонные, быстровызводимые, подъезды оборудованы пандусами. Готовы детские площадки, но не весь строительный мусор вывезен. Квартиры полностью с внутренней отделкой и сантехникой. Свет, вода и отопление в жилых помещениях уже есть. Сейчас административная комиссия проверяет качество строительного объекта. Дом бетонный полностью. Каркас весь из бетона. Армирование. Пять этажей плюс подвал. На каждом этаже идет 4 квартиры однокомнатные, 41 квадрат. Две квартиры двухкомнатные, 64 квадрата. И одна квартира трехкомнатная, 7,66 квадрата. Телекоммуникационная компания «Солнце и телеком» предупреждает своих абонентов о сбое в работе. Это касается только жителей микрорайона порта в Углегорске. Сегодня утром возле автокомплекса «Ягуар» грузовик с открытым кузовом прорвал оптический кабель компании. Водитель с места происшествия скрылся. На месте техническая служба «Солнце и телеком» и сотрудники полиции ведутся восстановительные работы. Что сегодня на обед? Каждую четверть таким опросом в школах Углегорского района задается специальная комиссия. В нее входят родители, педагоги и старшеклассники. Особенное меню для этого дня не составляют дегустаторы, пробуют то, что приготовлено для ребят. Затем заполняют специальные листы, где выставляют отметки каждому блюду. Это помогает контролировать качество питания. Вкусно или нет? Ответом на этот вопрос нашей телекомпанией поделились дегустаторы школы номер 5 «Углегорска». Еда, она как домашняя. Мне кажется, даже не у каждого дома иногда бывает так вкусно. Дети, наверное, на сегодняшний день избалованы, поэтому не шибко она горит желанием есть в школьной столовой, а мама смеется. Можно мне в контейнер складывать. Хожу я уже несколько лет на дегустацию в школу. Вкусно. Всегда вкусно. И я не понимаю, почему многие дети не едят. Большую часть все-таки нравится. Я считаю, что на сегодняшний день питание намного улучшилось, стало более качественным. Очень вкусный суп. Куриный, с лапшой. Многолетнюю проблему с подачей воды начали решать в Ольшанке. Установили новую водонапорную башню. Этого давно ждали все жители. Вот только сейчас появились новые проблемы. Башня новая, а трубы остались старые. Наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации. Копали, копали. До одних запчастей не хватает, до вторых. Короче, какой-то бардак. Жителям Ольшанки по селу не пройти, не проехать. Канавы да грязь. Меняет водопровод. В 2019-м в рамках программы «Инициативный бюджет» всем селом проголосовали за новую водонапорную башню. У нас старая башня была очень плохая. Сто процентной изношенности было. Прямо без конца ломалось. И мы часто оставались без воды. А теперь установили нам. И водонапор очень хороший. Мы очень рады. Рады, но не все. Бюджетных средств, а по программе это до трех миллионов рублей, хватило на установку водонапорной башни и замену системы водоснабжения. Но только на 400 метров. Трубы подвели к многоквартирным домам на улице Лесной. В остальной части села водоканал старый и гнилой. Напор уже стал больше. И старые трубы прорвало их. Поменяли только здесь. Около колонки прорвало на той улице. Перекопали. И что сделали эти чопики, воткнули. И все. Это надолго. Сейчас если накачают полную башню, все прорвет опять. Километр 300 метров примерно трубы нам надо еще. Полностью, чтобы нам водопровод поменять. Башня новая, трубы старые. Сильного напора выдержать не могут. Порывы появляются одним за другим. В итоге систему снова приходится ремонтировать. Я считаю, что нужно было сначала, конечно, заменить водопровод, а потом ставить башню. Потому как старый водопровод не выдерживает напора и давления со стороны новой установленной башни. Чтобы исправить ситуацию в Ольшанке, нужно заменить еще полтора километра труб. А пока сельчане гадают, как проведут предстоящую зиму. Выдержат ли ветхие сети сильный напор. И самое главное, будет ли в домах вода. Евгений Мелехов, Снежана Соколова, Углегорские новости. Громкая авария унесла жизнь двоих человек в Углегорске. Легковой автомобиль и мини-вэн столкнулись примерно в 2 часа ночи в воскресенье 25 октября. Авария произошла на улице Победы возле первой школы в легковушке. Кроме водителя 1985 года рождения было два пассажира. Один из них скончался на месте. До приезда скорой помощи мини-вэном Toyota Highs управлял мужчина 1984 года рождения. Одного участника аварии доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Спустя несколько часов сообщили, что спасти водителя Toyota Caldino медикам не удалось. Водитель Toyota Caldino ранее был лишен прав на управление транспортными средствами. Ни он, ни пассажиры в момент ДТП не были приснегнуты до ремнями безопасности. Все участники дорожно-транспортного происшествия были с признаками опьянения. У них взяты биологические материалы для исследования. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Напомню, за несколько дней до этого ночного ДТП Углегорский район потрясла еще одна смертельная авария. 19 октября автомобиль Nissan Safari ушел с дороги и перевернулся возле Шахтерска. Водители и пассажир скончались до приезда скорой помощи. Сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Напоминаю, вы смотрите Углегорские новости. Редакция продолжает следить за тем, что происходит у реки Гончаровки. Автомобилисты, которые пользуются маршрутом Углегорск-Башняковый, несколько месяцев вынуждены пересекать реку вброд по воде. Причина – аварийный мост. Для безопасности установлены запрещающие знаки. При большой нагрузке мост может обрушиться в любой момент. Дорожная комиссия приняла решение строить новый мост. Строители уже ведут подготовительные работы. Решен самый главный вопрос. Выделено финансирование. Распоряжение правительства Сахалинской области о 27 октября выделено 67,5 миллионов рублей для аварийно-восстановительных работ по обустройству временного объезда на реке Гончаровка. Работы уже ведутся. Подрядчик на месте, техника на месте. Аварийно-восстановительные работы будут завершены до конца 2020 года. Углегорский художник вышел на улицу раскрасить будни земляков. Скучный городской объект он превратил в достопримечательность. Как это выглядит, сейчас покажем и расскажем. Распоряжение. Это импульсивность, которую сдерживает только фантазия автора. Если что для себя хочешь, это надо отчасти нелегально делать, как многие делают. Местные жители уверены, стало лучше, чем было. Такие скучные белые. Вот это синее нормальные с китами. Так красивее. Глаз радует. Да. Ну хоть обмогораживают город чуть-чуть, а не просто замазанным белым цветом. Мне нравится. Видел такое где-нибудь в Григорьске? В жизни не видел. Новых сюжетов у художника хватает. Главное, в своем желании делать город красивее, власти не должны останавливаться. Была такая задумка просто, я в эскизах не показывал, как варенеточный театр. Там занавес здесь, как бы кулисы были. Ну это отдельная тема, может, как-то тонко как-нибудь. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин, Углегорские новости. Отважные сельские пожарные среди претендентов на звание «Человек года», хотя сам героем себя не считает. Уроженец села Башняково Сергей Зверев всегда придет землякам на выручку. Мы выяснили, за какой поступок пожарный может получить почетный титул. Жена Лена всегда старается накормить мужа вкуснее, особенно перед суточной сменой. Сергей Зверев – начальник караула пожарной части села Башняково. На работу хозяина провожает даже собака Тори. А вот дочь Вика далеко. Учится во Владивостоке. Ну, дочка звонила? Да, звонила. Сегодня все хорошо, все нормально, на занятиях. Привычную жизнь семьи Зверевых изменила новость. Сергея выдвинули название «Человек года Сахалинской области». Кто – Зверевы не знают, а вот за что – догадываются. «Спасение ребенка, например. Я не участвовал ни один, участвовал весь поселок. И нашел его, если честно, не я вообще. Нашла какая-то девочка его, услыхала, что он где-то там кричит, увидали вроде как, что машет. Ну, единственное, что да, я первый поднялся в распадах. Ну, первый вытаскивал его оттуда. Не представляю, что как он всю ночь просидел в этом сугробе. Это очень сложно, так скажем, даже для взрослого человека». Мальчика Ваню, который чудом выжил, Сергей встретил недавно на улице. «Здравствуйте». «Как дела?» «Нормально». «Нормально?» «Да». «Молодец, хорошо, видишь. На сопку ходишь?» «На сопку? Да не иногда». Восемь лет Елена Зверева с тревогой провожает мужа на службу. Работа у Сергея опасная, а он еще и начальник караула. «Горел дом, мужчина задохнулся. Вот было сложно в том плане, что был сильный мороз, где-то под 30 градусов. Время было где-то 5 утра. Ну, целый день мы возились там, по крайней мере, не тушили, а потом разбирали завалы и искали этого мужчину». Кто станет Человеком года, узнаем День народного единства 4 ноября. Хотя для жителей села Башняково Сергей точно победитель. А себя он и без звания считает человеком счастливым. «Работая в пожарной части, спасение людей, это относится ближе к нашей профессии. Для спасателей это обыденное дело. Ну, как бы так». Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Четыре победы привезли участники театральной студии районного Дома культуры «Октябрь» с областного фестиваля конкурса «Большое в малом». Театралы-любители вернулись счастливыми и вдохновленными. И уже приступили к новым репетициям. О своих успехах они рассказали Дарье Кораблевой. «Занавес открылся, и вышли углегорцы. И они дали жару. Это были мы». «Мы» – это команда из шести человек. Еще не профессионалы, но уже любители. Под руководством Аркадия Бутакова и Людмилы Фадеевой. Режиссеры приехали из Архангельска в мае. За несколько месяцев смогли подготовить начинающих актеров к выходу на сцену. Времени на самом деле было совсем немного. И поэтому, с одной стороны, показалось, что это довольно очень напряженный был график. У Аркадия Анатольевича иногда прямо вот, если актеры были свободны днем, то они приходили и с утра, и приходили днем на индивидуальные занятия. Инструктор по лыжному спорту Александр Койнов выходит на сцену уже не волнуясь. На конкурсе выступил с басней «Пес-герой» и стал победителем в номинации «Художественное слово». Вот так и наше общество порою пренебрегает судьбами героев. Но подвиг не израстить в сердцах юнцов без уважения к подвигам отцов. Ценить труд каждого – главная идея произведения. Александр, читая басню, думает о людях Углегорского района. Думал о своих родителях, которые работали на бунтзаводе, здесь очень много лет проработали. Об уничтожении нерестовой реки Углегорки. Уголь обязательно надо добывать. Обязательно. Только надо сохранять экологию. Вот об этом тоже думал. Ну, конечно, думал о воспитанниках своих, чтобы они были настоящими людьми. Светлана Краснова мечтала стать актрисой. Но бабушка отговорила. Отправила получать нормальную профессию в металлургический техникум. Металлургой Светланы в итоге не получился. Сейчас она воплощает детские мечты. Первый конкурс и первый выход на сцену. Перед выступлением нервы были на пределе. Я сижу, как бы сгорбленная такая, значит, сижу, вот жду, да, все, горликом, значит, я вся такая в стрессе в таком. Ирина у нас, она медицинский работник, она стояла за кулисами, она говорит, ну все, короче, сейчас нужно будет ее спасать, потому что видно у меня был такой вид, что, короче, уже прединфарктное состояние. А я только сидела и говорю, господи, ну и мне не подвести людей. Аркадий Бутаков и Людмила Фадеева уверены, любой человек может играть на сцене. Главное, подобрать материал, который раскроет актерские способности. И тут чутье режиссера уже 50% успеха. Сейчас в работе у театральной студии миниатюра «Няня». Из репертуара театра эстрады имени Аркадия Райкина и спектакль «Верная примета» по пьесе Аркадия Верченко. Актеры уже приступили к репетициям, но свободные роли еще есть. Дарья Кораблева, Евгений Мелехов, Углегорские новости. 35 лет исполнилось со дня победы углегорской команды «Бумажник» в областном чемпионате по футболу. Победу наша команда забрала буквально на последних минутах. Именно поэтому углегорцы называют матч историческим. Как это было, вспомнили сами футболисты. Пытались налить шампанского, но шампанского не было. 35 лет назад было, что отметить, с шампанским. Футбольные команды «Океан из Небельска» и «Бумажник» из Углегорска встретились в финале турнира за кубок добровольного спортивного общества «Спартак». Как шла игра 1985 года, футболист Евгений Типаев помнит в деталях. Судья немножко времени подтягивал. И Виктор Гаврючук, ему так прям шестерочку пробили. Витя в таком прыжке вытащил. Ну, короче, он спас. И тут же судья раз, свисток, все закончилось. Счет 1-0. Выиграли. Для Углегорского района это была большая победа. И сейчас эта команда все еще единственная, кому удалось победить в областном турнире. Александр Шин, полузащитник «Бумажника», помнит эмоции победы и первый выход на поле. Вечером мы приехали и попросили сторожа, чтобы он нам включил прожектора. Мы вышли на поле, а поле прям в трава. Мы так давай его щупать. О, трава, трава. Даже обрадовались. Тогда стадиона с травой в Углегорске не было. Это сегодня. Пусть и не всей команды они могут свободно прийти на поле, забить пару голов и вспомнить, как играли. Тренировал команду и играл Александр Дрына. Сейчас он живет на Вочебоксарске. О том, как готовились к турниру, помнит прекрасно. В зимнее время мы тренировались в спортзале, а потом в летнее время собирались на стадионе. Раз в два в неделю. Приходили там, зависимая погода. Если погода позволяла, значит два раза. А если не позволяла, не приходили там. Конкретно, когда мы уже вошли в финал, то мы уже посерьезнее стали относиться к финальной стадии. И собирались, почаще готовились, тренировались. Ну и старались быть дисциплинированными. День памяти и день большой футбольной победы. Сегодня в руках кубок и фотографии. Снова прошлись по полю. Жаль, что не все. Кого-то нет живых. Кто-то уехал. Но вместе они в своем 85-м. Забивают победный гол и отбивают мячи противников. Константин Дюмаев, Евгений Мельхов. Углегорские новости. Ну что, это были Углегорские новости. Прямо сейчас прогноз погоды. Если вам есть что рассказать и показать, не стесняйтесь и отправляйте свои фото и видео. Номер вы видите на своих экранах. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. По информации ГИС Метео, завтра в Углегорском районе ожидается переменная облачность с порывами ветра до 8 метров в секунду. Температура днем 7 градусов тепла, ночью будет плюс 2 градуса. В воскресенье облачно. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью понизится до плюс 5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В понедельник также ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 8, ночью 3 градуса выше 0. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Во вторник переменная облачность. Вероятен небольшой снег с дождем. Температура днем плюс 5, ночью плюс 1 градус. Ветер до 11 метров в секунду. В среду прогнозируется облачность, мокрый снег с порывами ветра до 18 метров в секунду. Термометр покажет днем плюс 1, ночью 0 температура. В четверг переменная облачность. Температура днем плюс 5, ночью 0 градусов. Ветер ожидается до 15 метров в секунду. В пятницу, по прогнозам, будет облачно, небольшой дождь. Днем 7 градусов тепла, ночью плюс 3. Максимальная скорость ветра 11 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok